Итак, у нас сегодня присутствует директор Крановского государственного заповедника Тихон Игоревич Шпиленок, начальник отдела познавательного туризма заповедника Александр Олегович Молчанов, директор по маркетингу, рекламе и пиару компании «Люксор» Татьяна Александровна Завадская, советник губернатора Камчатского края Николай Анатольевич Пекин и руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Георгиевич Кривер. Я приветствую всех в честь этой пресс-конференции, спасибо большое, что пришли. И, наверное, первое слово хочу предоставить компании «Люксор». Во-первых, спасибо большое за то, что дали нам возможность посмотреть на несколько дней раньше мировой премьеры. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что для вас этот проект, наверное, о его уникальности. Слышно, да, меня? Да, все работает. Дело в том, что, к сожалению, в данный момент все 3D-технологии, которые были использованы при съемках этого фильма, не были отражены. Это специальные технологии, и впервые фильм документально-игровой, ну, игровой, наверное, в кавычках, потому что медведи здесь непостановочно играют, был снят в 3D, Real 3D в онлайн-режиме. То есть команда Джеймса Кэмерона, которая участвовала в этих съемках, снимала такие фильмы, как «Жизнь Пи», ну, другие достаточно известные фильмы с использованием 3D. Но этот фильм впервые снимался в Real 3D, то есть без постобработки. И сама команда Джеймса Кэмерона и режиссер, когда описывал, собственно, все съемки, которые проходили больше, чем год, на территории Камчатки и, собственно, заповедника, говорили о просто нечеловеческих условиях съемки, потому что, если вы понимаете, медведей нельзя при такой технологии снимать дальше, чем 50 метров. Часто медведи снимали и от 5 метров по 3, даже метров, но медведи, в принципе, воспринимали человека, как нечто вполне гармонично вписывающее в окружающую среду. И использовалось 24 камеры и 8 дирижаблей, и съемки действительно были тяжелые. И для компании Luxor покупка и продвижение этого фильма – это, скорее, наверное, действительно такой большой шаг в продвижении социальных проектов. Это некоммерческая история, собственно, поэтому все эти люди здесь присутствуют. Для нас это дело чести. Мы понимаем, что, к сожалению, этот фильм сняли не русские люди, хотя Камчатка русская. Сняла большая команда европейская, то есть это французы, англичане, канадцы, американцы. И мы, кинокомпания Luxor выступает как сопродюсер этого фильма и, собственно, титульный продюсер по продвижению проекта на территории Российской Федерации. Мы очень полюбили этот фильм, мы очень сильно полюбили медвежат. Мы боремся за этот фильм всеми способами, чтобы каждый ребенок, каждый человек взрослый в нашей стране увидел этот фильм. Мы очень хотим, чтобы о нашей русской природе и, к сожалению, о проблемах, которые существуют в заповеднике на Камчатке, узнала вся страна. Это наш долг. Спасибо большое, дорогие друзья. Я хочу напомнить о том, что у нас в проходной стоят микрофончики. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, может быть, замечания, просьба выходить, задавать, говорить. Следующий вопрос, наверное, к представителям заповедника Тихон Игоревич. Расскажите, пожалуйста, вообще, как произошла эта встреча, может быть, как произошло так, что именно на территории вашего заповедника начались съемки и впечатления о своем фильме, конечно же. Дело в том, что подобные встречи происходят периодически, с завидным постоянством. Дело в том, что Крановский заповедник и Южно-Камчатский заказник, да и в целом территория Камчатского края, для съемок подобных фильмов о природе, это достаточно благодатная площадка в связи с тем, что там можно увидеть одно из немногих мест земли, где можно увидеть первозданную природу, которая еще не настолько изменена человеком, как, допустим, в Европе или в части Северной Америки и так далее. И поэтому, я думаю, что в качестве съемочной площадки выбран был Крановский заповедник. Это достаточно сложным и большим трудом достигается, потому что заповедники и национальные парки Российской Федерации – это такая территориальная форма охраны природы, где путем соблюдения устанавливаемого режима максимально исключается вмешательство человека в естественные процессы природные и благодаря этому мы можем звере наблюдать в живой природе. Но это, если так, в двух словах. А Камчатка еще уникальна тем, что это заповедник достаточно большой по площади, это, еще раз повторюсь, он малоизмененный вмешательством человека и с достаточно серьезной, хорошо налаженной охраной. Следует сказать, что когда вся эта команда снимала, и снимала, возможно, из 5-10 метров ближе, то безопасность, чтобы никакой медведь сзади не подкрался, либо еще каких-нибудь нюансов не случилось, обеспечивались сотрудники Крановского заповедника. Как раз таки. Вот так вот, в двух словах. Александр Олегович, насколько я знаю, вы непосредственно ходили со съемочной группой, да, то есть вы оказывали непосредственные консультации. Расскажите, как это происходило, как вообще происходила работа со съемочной группой, и, может быть, действительно были такие случаи, когда человек воспринимали не как окружающую среду, а как лосось? Ну, так случилось, что работу над фильмом с самого начала, наверное, я окулировал, поступило предложение. Я впервые увидел результат сегодня, мы с вами, конечно, впечатляет, хотя все тонкости, весь объем работ он прошел вместе с группой съемочной. Мы два года, именно два года работали, с учетом того, что только год ушел на подготовку, на подготовку мнений, площадок съемочных. Это и работа с людьми, с научными сотрудниками, работа на территориях, изучение территорий. И, наверное, после года, наверное, только именно вот этих работ пришло мнение, что именно Крановский заповедник как съемочная площадка. Потому что были варианты разные, были мнения, при том предлагались и восточные, и север Камчатки, но все-таки после того, как люди действительно посмотрели, увидели, пришли к выводу, что именно здесь. Ну а то, что касается работ, ну, именно работы проходили, основная масса съемок, то, что мы видели сегодня, это с мая по октябрь прошлого года. То есть это постоянные вылеты на территорию, это четыре разные точки основные, это и восток Камчатки, как океанское побережье, это и озеро Нерестовое, это Галина Гейзеров и Нерестовая река. И, в принципе, работа была, ну, объем большой был действительно работа, то есть одновременно в одну точку мы улетали с группой тремя-четыре вертолета, не 8. То есть это большой объем, и таких рейсов за сезон у нас было порядка 100, наверное, часов, полетных часов на вертолетах. То есть это заброска оборудования, это съемки, и опять-таки съемки были и вертолетные, съемки были и подводные, камера, действительно, это был воздушный шар, это было постоянное, постоянно очень много работы людей, порядка 25 человек, съемочная группа одновременно. То есть это работа из камеры, если говорить о 3D, то отдельно от Джеймса Камерона был представитель и с американской стороны, который отвечал именно за 3D-составляющую. И контакт, ну, конечно, медведь это медведь. То есть очень часто были ситуации, когда были они и предельные, были они и на грани, но, если честно, кроме того, что, конечно же, стоит отдать должность векторам, которые контролировали весь процесс, так как действительно люди, которые снимают, они уличены, они не видят грани определенные, здесь нужно их всегда сдерживать. И в какой-то степени, конечно, везение, потому что у каждого медведя, у него своя дистанция, на которую он возможен, и на которую он подпускает человек. И здесь, вероятно, все-таки повезло с тем, что не было таких, ну, не было ситуаций именно опасных для жизни, реально не было. И не было сбоев в больших съемочных процессах, и настолько было все, как-то получилось именно здорово, что даже погода камчатская, она работала на нас. То есть, в принципе, с учетом того, что стыковки были рейсов с Парижем и, опять-таки, в съемочной площадке на месте до северя Камчатки, на юге Камчатки, сбоев даже в этом не было. То есть французы не боялись русских медведей, подходили как можно больше? Я бы не сказал, что они не боялись, они очень долго и тщательно изучали изначально этот момент. То есть они консультировались, они спрашивали, и они понимали, что здесь рисковать не стоит. Кроме этого, любое их размещение на территории, в том числе и на открытых территориях, где нет стационаров, это как минимум электрозабор. И плюс к этому мы еще устанавливали специальные датчики на движение с пультом центральным, установленным у инспектора. То есть это постоянная строповка жизни, потому что именно в съемочной группе был человек, который отвечал за безопасность, на котором все это возлагалось. В принципе, и дистанция, да, дистанция иногда была просто предельна, но так случается, что есть на сегодняшний день место, где действительно есть медведь, который пускает на такую дистанцию. Тихон Игоревич сказал о том, что это уже не первый, далеко не первый фильм, который снимается на территории заповедника. Вот и Тихон Игоревич, и Артем Игоревич, скажите, пожалуйста, чем для вас отличается именно этот фильм от тех предыдущих? Что это может особенная, либо уже как обычная, рутинная работа? Ну, достаточно большой масштаб в подходе. У нас часто возникали сложности в связи с тем, что все-таки основная цель заповедника это сохранение. И дабы не навредить этими проведениями съемок окружающей среде, как-то не повлиять. Мы каждый раз достаточно скрупулезно, в связи с тем, что людей достаточно много было, ограничивали постоянно. Поэтому по этому поводу у нас были какие-то дискуссии и так далее. В конце концов, приходили к консенсусу. Это первое, то есть большим количеством участников на месте. Второе, достаточно сложным вопросом с логистикой, потому что в разных точках постоянно снимали. Это погода, это вертолеты и так далее. И той скрупулезностью к подходу и к изучению вопроса, который продемонстрировала команда, снимающая это кино. Вот это вот у меня основные впечатления, которые я бы отметил. Ну, я бы даже поддержал Тихона Николаевича. В том плане, что я до последнего момента, сегодняшнего дня, боялся того, что реально вся эта съемочная работа, то есть это максимально большой объем, это масса времени, усилий, не будет, наверное, сформирована в тот фильм, который даст понять действительно правду. И здесь, наверное, ну не разочаровал бы действительно в том плане, что реально была изучена, изучена и, наверное, и вся ситуация. Это и рыба, это медведь, это ощущение, это обстановка вокруг. И это сделано в такой фильм, который позволяет действительно не просто увидеть картинку, а понять именно, как происходит жизнь того же медведя, весь жизненный цикл лосося, медведя и взаимосвязь именно на территории. Вот это они действительно смогли сделать. И еще один момент, если нами делалось какое-либо утверждение, что ребята, вот так нельзя, то это уже принималось как аксиома, не оспаривалось и делалось именно так. К сожалению, в части, скажем, наших российских проектов это возникает сложности. Я бы хотела добавить немного. Дело в том, что сам режиссер Гиом Ван Сен, он, ну это его не первый опыт, с съемки таких фильмов, именно документально-приключенческих. И это очень высокопрофессиональная команда, которая действительно скурпулезно относится абсолютно ко всему. И когда он говорил в своих комментариях о фильме, что он хочет снять, собственно, наверное, медведи и лосося, это не цель была фильма, цель была передать ощущение чуда. Собственно, для этого и были использованы 3D-технологии, потому что он хотел достичь действительно стопроцентного погружения в атмосферу, чтобы человек, как он говорит, почувствовал, как шерсть медведя пропускается сквозь пальцы. То есть полностью погрузить человека в эту атмосферу, в которую он, конечно, влюблен. Он с большой любовью вообще пишет о Камчатке. И, насколько я помню, это его третий же проект на территории России. Сейчас более подробно об этом поговорим. Насколько я знаю, съемочная группа также выражала огромную благодарность просто всем сотрудникам заповедника, потому что они были действительно приятно удивлены каким-то темным приемом и тем профессионализмом, который оказывали те консультации, которые давали... Они нашли друг друга. Они нашли друг друга, мне кажется, еще не раз вернутся. Николай Анатольевич, вы как представитель Камчатского края, видимо, не раз уже встречались с этим режиссером, раз вы не первый проект. И, насколько я знаю, действительно, одной целью проекта было познакомить зрителя с Камчатским краем. Как вы думаете, насколько этот фирм поможет именно в развитии Камчатки? Мне сейчас, наверное, сложно сразу это все оценить, потому что большая часть моей жизни прошла на Камчатке, прошла в небольшом населенном пункте, непосредственной близности с этой как раз красотой и конкретно тем, что мы увидели на экранах. Первое впечатление, я тоже первый раз смотрел фильм, я, как и все, наверное, смотрел трейлер, я смотрел какие-то заготовки, но полномасштабно фильм смотрел первый раз. Я хочу сказать, что на одном дыхании и достаточно качественно и реалистично фильм был снят. Для меня, человека, живущего в этой, скажем так, близости с этой природой, в отличие, конечно, Тихону больше повезло, он и работает еще, и живет, но я возвращаюсь в свое детство, когда вот примерно с малого возраста начинаешь общаться с этой природой, я скажу честно, фильм достаточно реалистичен и на одном дыхании смотрится, и возвращаюсь как будто домой. Ну а что говорить с точки зрения правительства Камчатского края, на сегодняшний день, наверное, ни для кого не секрет, что Камчатка, на Камчатке сегодня у нас сконцентрировано порядка трех государственных заповедников, пяти природных парков, двадцати парков федерального значения, двадцати трех местного, сто пяти природных памятников, только что сама Камчатка, это заповедный край, который еще не изведан. И такие фильмы, и этот фильм, они начинают приоткрывать завесу таинственности, то есть тех сокровищ, которые сегодня у нашей Российской Федерации есть, есть сегодня в России. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Насколько я знаю, фонд дикой природы, собственно говоря, который вы представляете, у нас все работает. Первые 15 минут нет, потом да. Владимир Георгиевич, ваш фонд оказал поддержку, насколько я знаю, этому фильму, да, то есть помимо еще ЮНЕСКО, посольства Российской Федерации, Франции, но вот в первую очередь ваш фонд, также вот мы говорим о целях этого фильма, цель – показать Камчатку и сохранить те природные богатства, которые есть в этом крае. Как вы думаете, удастся ли это? И вообще о экологии, защите окружающей среды на Камчатском крае? Спасибо. Ну, я бы не стал преувеличивать нашу роль в организации съемок этого фильма, она если и была, то, наверное, на самых начальных этапах, но не в этом суть. Мы, как международная организация, которая давно занимается природоохранными вопросами, очень хорошо понимаем, что сохранить природу против воли населения того или иного региона невозможно, и одна из первых задач – сделать так, чтобы люди свою собственную природу любили и уважали. И, к сожалению, как раз для России, может быть, вот для нынешних подрастающих поколений эта тема немножко была снята с повестки дня, не будем вдаваться почему, и, разумеется, я крайне рад появлению такого фильма, я очень впечатлен работой как и операторской съемочной группы, так и усилиями Крановского заповедника, потому что, вот судя по тому, что сейчас показывали на этих экранах, тонны такой сложной аппаратуры перевозить с места на место, обеспечивать съемку на самом деле далеко не безопасных хищников, ну, представляю себе, сколько сил было в это вложено, в том числе, еще раз повторяю, и сотрудниками Крановского заповедника. Второе, чего хотелось бы сказать, все-таки у нас вроде как бурый медведь является одним из символов всей нашей страны. На самом деле каждый, наверное, шестой медведь России – это медведь камчатский. А если говорить о том обиле красной рыбы, которую мы здесь видим, Камчатка – это на самом деле, наверное, Тихон меня поправит, если я ошибаюсь, примерно 75 запасов дикого лосося нашей страны. И очень хотелось бы, чтобы те процессы, которые идут в регионе, имея в виду в первую очередь вопрос экономического развития региона, они все-таки позволили бы сохранить этот уникальнейший в мировом масштабе регион вот таким, каким мы его увидели в этом фильме, то есть со всеми медведями, лососями и действительно уникальной природой. Я верю в то, что рекреационный туристический потенциал Камчатки, он беспределен, скажем так. Если сейчас на Камчатку в год приезжает всего лишь порядка, если я правильно помню, 50 тысяч посетителей, явно, что этот поток может быть увеличен в разы, и в первую очередь люди сюда поедут именно для того, чтобы увидеть все те красоты, которые мы в этом фильме видели. Ну и, наверное, тогда последнее. Я понимаю, что технологии крайне сложные, что такие съемки стоят, наверное, безумных денег, но очень хочется верить и в то, что со временем такие фильмы будут сниматься уже и россиянами, и только заповедников и национальных парков в России более 150, и при всей красоте Камчатки, медведей и лосося, поверьте мне, что в природе России есть много не менее замечательных и достойных для съемки мест и объектов. Так что очень надеюсь, что в обозримом будущем мы сможем увидеть не менее прекрасные фильмы про нашу природу. Спасибо. Николай Анатольевич, ожидаете наплыва туристов? Ну, наплыва туристов динамично. Камчатский край развивается с каждым годом, туристов действительно становится все больше, и туристов разных, и правительство Камчатского края перед собой. Но одно из основных направлений развития, это как раз развитие туристической отрасли именно на Камчатке. Ну, могу сказать, что уже стало хорошим тоном летние каникулы, стараться заканчивать на Камчатке. Да, такое золотое время, когда как раз один из периодов съемок был, это конец, окончание летнего сезона и начало осени, это как раз то самое время, когда и туристы стремятся на Камчатку все это увидеть воочию. Ну, еще я хотел сказать, что благодаря компании Люксор мы, и благодаря компании Люксор мы увидели этот фильм, и сейчас, в общем-то, в компании Люксор рождается еще один проект, тоже связан с дикой природой, но только уже с дикой природой подводного мира, с самыми большими его обитателями, это китами. Поэтому мы ожидаем совместной работы и с этой, практически с этой командой, рождения еще одного уникального проекта. Татьяна Викторовна, чуть попозже подробнее расскажешь об этом. Дорогие друзья, можно, но, к сожалению, у нас идет запись, поэтому вас не услышат. Да, давайте, молодой человек. Я хотел спросить, ну, во-первых, хотел попросить рассказать о сотрудничестве с Познером на этом проекте, а во-вторых, хотел узнать, какие вообще меры предпринимает Люксор по продвижению этого фильма, вот немножко о специфике, да, и там все-таки был целый ряд фильмов на эту же тему и такого же уровня, который был просто провален из-за того, что там было неправильное продвижение. И будет ли в этом продвижении участвовать сам Познер? На самом деле компания Люксор очень долго думала, мы очень бережно относились к голосу, который должен был озвучивать этот фильм. В оригинале, французской версии, это женский голос Марион Котия. Вы все знаете, это прекрасная актриса, она мне всеми очень любимая. И мы думали, кто мог бы у нас в России озвучить фильм так, чтобы зрители почувствовали весь трепет и любовь, и чтобы это была не медийная персона, да, на которую только на имя люди придут. И, в общем, мы долго выбирали, остановились на Владимира Владимировича, мы предложили ему с нами поработать. Я могу вам сказать, что если у нас были какие-то зацепки с другими актерами или там ведущими, и они думали, то Владимир Владимирович буквально в онлайн-режиме сказал, да, да, я очень хочу, мне нравится. Он дружит с Марион Котияр, он безумно влюблен в Россию. И несмотря на сложности синхронного озвучивания, вы знаете, да, наверное, многие сталкивались с этим в профессиональной сфере. Это смена на мосфильме «Отрел до шести часов» вот такого вот фильма. И Владимир Владимирович очень подошел к этому серьезно, он вычитывал каждое слово, он с нами консультировался, как лучше сказать фразу, чтобы в его интерпретации она звучала более мягко, потому что не все слова русского языка можно произнести так, чтобы, в общем, восприняли слово правильно. И это была великолепная работа. Мы все в восторге, и мы просто расстались с близкими друзьями. Я думаю, что Владимир Владимирович обязательно сегодня придет к нам на премьеру, несмотря на то, что сегодня католическое Рождество, которое он отмечает со своей семьей, но он очень действительно был рад поучаствовать в этом процессе. Что касается продвижения, мы не делаем ставку на Владимира Владимировича как некий инструмент по продвижению фильма, нет. Это действительно просто голос, который смог очень адекватно, правильно и бережно донести тот текст, который был всеми нами адаптирован, переведен на русский язык. Текст приводили специалисты, Мосфильма и наши внутренние переводчики. Как мы будем продвигать? На самом деле мы показываем фильм не только во всей федеральной сети кинотеатров, Мексор у нас сейчас 23 кинотеатра, но и активно занимаемся росписью. Что это значит? Мы предлагаем этот фильм другим кинотеатральным сетям по всей России. К сожалению, количество кинотеатров в России стремительно снижается, то есть если совсем недавно это было около 2000 кинотеатров, последняя информация у нас около 1200 кинотеатров по всей России. И в данный момент уже около 500 кинотеатров, еще несмотря на то, что не прошла премьера, дали добро на то, чтобы взять этот фильм. Кроме этого, мы заручились поддержкой нашего государственного, очень помогает Совет Федерации по продвижению именно социальной рекламы. То есть мы рекламируем не сам фильм, еще раз подчеркиваю, а используем возможность передачи этого фильма в собственные школам, вузам, различным объектам охранно-природным. То есть мы передаем этот фильм на безвозмездной основе с помощью поддержки государственной тем людям, кто в этом заинтересован. Еще раз хотела подчеркнуть, что для нас это некоммерческая история, что мы этим занимаемся только потому, что любим природу и хотим объяснить, что есть такой край замечательный, есть возможность туда ездить, изучать нашу страну. Соответственно, я как директор по рекламе естественно вкладываюсь в продвижение фильмов по Российской Федерации. Это будет реклама на телевидении, на радио. Естественно, это более 150 СМИ, которые нам также предлагают размещение на безвозмездной основе, потому что, да, интересный проект. Очень большая поддержка СМИ, я всех благодарю, что вы пришли сюда на пресс-конференцию. Я не ожидала, честно говоря, что пресса откликнется на такой проект документальный, да, то есть не игровой. Я ответила? Спасибо большое. Татьяна Александровна, а насколько я понимаю, фильм будет показан только в России, во Франции, да, больше других странах? У нас сейчас есть заявки из Украины и Казахстана. А на телевидении планируется еще показать? На телевидении, да. У нас достаточно много каналов, кто запросил этот фильм, но по договору с правообладателями этого фильма, с французской командой, мы не можем давать фильм ранее, чем через 3-4 месяца на телевидении. То есть, пока идет прокат фильма по стране, мы не можем его передать на телевидении. Но обязательно передадим, то есть в течение полугода он появится уже на ведущих российских каналах. Ну, а в России, собственно, мы ждем, конечно, отклика от Камчатского края, потому что пока там всего два кинотеатра подтвердили. Санна Анатольевич, стройте новые. В принципе, два кинотеатра на Камчатке или только два подтвердили? Три кинотеатра. А, быстрее. Уже неплохо. Нет, мы тоже все много делаем, и мы тоже готовим очень серьезную премьеру, и я уверен, что, начиная с Камчатки, вся Россия этот фильм увидит очень качественно. Я действительно подтверждаю, что говорит Татьяна, с точки зрения безвозмездности и огромного желания Сити и Упсор продвинуть этот фильм. Мы тоже, со своей стороны, не видим коммерческого основания продвижения этого фильма. Мы стараемся, ну, в общем, по крайней мере, что те все премьеры, которые мы сегодня делаем, они делаются на безвозмездной основе, и люди, которые идут смотреть эти фильмы, они не покупают билетов пригласительных, и это не только будет касаться премьерного показа, это будет касаться и специальных просмотров. Мы тоже постараемся сделать все возможное, что, по крайней мере, Камчатский край, люди, живущие на территории Камчатского края, дети, которые учатся в школах Камчатского края, увидят этот фильм. И еще маленький вопрос. Если не секрет, вы сказали, что были зацепки с другими ведущими, кто еще планировался бы стать голосом? Ну, собственно, друг Владимира Владимировича, самый близкий, Иван Ургант. И мы думали даже двоих задействовать в этом проекте, потому что Иван очень большой любитель природы, и мы с ним сотрудничаем, потому что все звезды, которые мы привозим в Москву, обязательно проходят такой фейс-контроль в программе «Вечерний Ургант». У Ивана практически всех туда приводим и очень дружны. Но, к сожалению, у Ивана действительно была огромная загрузка, у него съемки круглосуточные, и у него было большое желание. Но, собственно, когда Владимир Владимирович пришел к нему и сказал «Вань, я завтра иду в люксор фильм озвучивать». Иван говорит «Да». Мне тоже предлагали, в общем. Вот. Они как-то вдвоем, скорее всего, тоже сегодня будут. И были еще варианты. Мы думали пригласить Гармаша, потому что у него потрясающий голос, очень красивый. К сожалению, он тоже был занят съемками. Были еще варианты именно театральных актеров, очень таких с бархатным фактурным голосом. Это очень важно для фильма. Но по той или иной причине, в общем, после долгих совещаний, практически ночных в нашей компании, мы пришли к выводу, что все-таки Познер – это тот человек, который нам нужен. Потому что он обладает не только специфическим, уникальным голосом, узнаваемым, это очень важно. Но и огромным талантом. Он безумно умный человек, говорящий, насколько я знаю, на семи языках. И он смотрел диалоговые листы к этому фильму «Текст» на французском языке и на английском языке. И пытался вот как раз-таки найти то воплощение на русском языке слова, которое бы эффективно донесло мысль. И еще раз повторюсь, то есть это была очень приятная работа на протяжении пяти часов, коллективная, когда он выходил, с нами обсуждал, что так по-русски не говорят. Давайте как-то по-другому. Ну, в общем, это вот попадание в цель. С Владимиром Владимировичем я думаю, что мы просто вот… Действительно он великолепно справился. Да, я еще раз готова ему пожать руку и передаю дистанционно. Огромное спасибо. Да, у нас был на третьем ряду вопрос, да, как я понимаю? Да, секундочку вам микрофон-звуки принесут. В принципе, коллега, который вот до меня задавал вопрос, он уже его задал. Мне хотелось узнать какие-то планы по продвижению первой шаги. Вот, ну, вы уже частично рассказали. Тогда такой вопрос. А кинокомпания «Луксор» – вот каким образом она пришла к документалистике? Потому что всю жизнь это были у нее все-таки игровое кино, то есть художественные фильмы. А вот и планирует ли она теперь это вот как выбирать себе веточку такую отдельную? Вообще, кинокомпания «Луксор» – это, я всегда всем говорю, это компания, которая ориентирована на семейную аудиторию. В этом, в принципе, наша уникальность, потому что мы являемся не просто дистрибьютором, как вы понимаете, да, то есть покупка фильмов и передачи, продажи их по территории России. Нет, у нас свои кинотеатры, и нам хочется, чтобы в наши кинотеатры приходила разная аудитория, в основном семейная, и чтобы все люди находили для себя в наших кинотеатрах фильмы на любой вкус. Соответственно, мы делаем ставку обязательно на фильмы семейного просмотра. Это обязательно огромное количество детских мультфильмов. Если вы знаете, в этом году мы выпустили пять мультфильмов, и последний из них – это был Джастин «Рыцарь добрости». С Бандерасом он приезжал к нам представлять этот фильм. И, конечно, документальное кино. На самом деле, это для нас не первый фильм. В прошлом году выходил фильм «Путешествие в лапе океана» про большую-большую черепаху, который прошел с большим успехом, и нас даже АМАКС поддержал. То есть этот фильм выходил в формате АМАКС. Огромное количество детей приходило на этот фильм. Мы приводили классами огромный вопрос. Я готова вам цифры предоставить. У нас в очереди стояли школы из детских лагерей. Это был летний мультик. Фильм, простите. В следующем году, собственно, выходит фильм «Амазония» про маленькую обезьянку Капуцин. Когда мы смотрели рабочий материал, мы просто с оснаху все падали. Потрясающий фильм про маленькую обезьянку, которая попадает в аварию. Но она домашняя такая цирковая. И оказывается на территории Амазонии, совершенно не понимая, что дальше делать. Она корчит рожи змеям, которые хотят ее съесть. Убегает от врагов, познает мир, попадает под дождь. То есть это огромное-огромное путешествие в новый неизведанный мир. И сейчас это Камчатка, в следующем году это будет Амазония, дальше это будет Океания с огромными китами. Ну это да, это действительно некая стратегия развития нашей компании. Мы не хотим превращаться в компанию, которая показывает только блокбастеры и фильмы про зомби. Все-таки мы не забываем о любви, об отношениях, о наших детях. Если мы не будем сами воспитывать в наших детях любовь к природе и окружающему миру, то за нас, к сожалению, в большом никто это не сделает. Спасибо большое за вопрос. Можно ли назвать, хотят порядок цифр по производству фильма, сколько стоило и спонсор? Ну кто там, может российская сторона какая-то оплатила там часть или все это? Спасибо. Нет, продюсерская компания Luxor без спонсорства поддерживает этот фильм. Траты финансовые лежат на нас по продвижению фильма. Это рекламная маркетинговая пиар-стратегия, разработанная собственно вот нашей компанией. Производство фильма около 30 миллионов долларов. Если я не ошибаюсь, мои коллеги могут меня поправить. Нет? Да? Мы вообще предполагаем, что даже больше, потому что вот собственно... Проректно 40. 40, да. Потому что это были траты, которые появлялись, ну собственно вот в онлайн режиме, потому что собственно обеспечение съемки, дополнительная аппаратура и аппаратуру, которую пришлось до закупать во время уже съемок, это намного увеличило стоимость проекта. То есть основная ставка, конечно, в бюджете была, ну статья бюджета заложена именно на техническое оснащение фильма. Плюс к этому снимали дольше, чем планировали. Вся съемка проходила года больше, где-то наверное полтора года и еще подготовительный период. И что очень важно, ни один член команды во время съемок он не откололся. То есть не было замены, оператор как работал, так и работал, режиссерская команда как работала, так и работала. И в общем это тоже стоило больших трат, потому что вы понимаете, на 2 год где люди оставили там семьи свою основную там работу и полностью отдались этому проекту. Ну вот где-то да, 40 миллионов. Самый удивительный факт, что о бюджете фильмов больше знают представители заповедника, чем кинокомпании. Ну там наверное были обсуждения где-то. Ну русские они такие, да. Я поясню просто, когда я начинал работать с этим фильмом, я был администратором этого фильма, а в заповедник наверное я пришел посредством этого фильма. Отлично, дорогие друзья. У меня вопрос не по фильму, а по популяции медведей на Камчатке. Вот я много раз видела сюжеты по телевизору, как наши неразумные люди на большой дороге под кровью будут не держать, которые выходят и что-то там клянчат. И кончается это обычно плохо. И тем более камчатские поселения далеки от санитарного благополучия и помойки, которые плодятся вокруг этих мест обитания людей, они тоже привлекают медведей. Кончается естественно это все, ну конфликтами, хорошо если бескровно. Скажите, какие меры принимаются к тому, чтобы все-таки это безобразие закончилось? Скорее всего вопрос ко мне, наверное. Ну насчет безобразия, конечно, наверное громко сказано, глобально как-то. Фильм очень хорошо показывает то, что есть территории, где медведи живут. Они четко понимают границы своего существования и границы той империи, которой они владеют. И эти империи чаще всего не пересекаются. И если говорить о санитарном состоянии, то санитарное состояние даже в малых поселках Камчатского края, оно достаточно уже сегодня совершенно. Да, в этом году есть определенная проблема, связанная с тем, скажем так, с тем погодными условиями, которые не позволили медведям лечь раньше, в то время, когда они обычно ложатся на зимовку. Но это никаким образом очень сильно не повлияло ни на популяцию. Но если медведи живут и ходят через дорогу, те сюжеты, которые я тоже видел в телевидении. Ну, бывают, но это не значит, что системой кто-то с рук пытается постоянно кормить, прикармливать медведей. И это как-то влияет серьезно на, скажем так, и популяцию, и на жизнь медведей. Соседство и сосуществование людей и дикого мира Камчатки не наносится урон. Я думаю, что и в перспективе люди и медведи будут жить. А Тихо, мне кажется, готов ответить чуть больше на этот вопрос. Нет, я хотел только добавить в той части, что как раз-таки я надеюсь, что просмотр этого фильма, в том числе как социального продукта, он позволит донести до людей, что, ну, такую простую истину, это можно будет сказать либо до фильма, либо после фильма. Есть такое правило, что мы в своих буклетах его постоянно как бы публикуем, и туристам говорим, и в рамках, скажем, каких-то образовательных проектов постоянно пытаемся это донести, что покормил медведя – это убил медведя. Поэтому, как бы, если вы хотите, вот, вышел медвежонок на дорогу, и вы решили ему там добро сделать, покормить – это вы его убили. Вот, собственно говоря, и когда после просмотра этого фильма, я думаю, что если это будет сказано, то уже тот ребенок или уже взрослый человек, который, ну, он этого делать не будет. То есть, по сути, этот проект, в том числе, и для этого, как бы, достаточно хорошо сможет поработать. Спасибо. То есть, съемочная группа даже не пыталась подкормить медведя? Ну, судя по тому, что в съемочной группе без потерь, и у нас на территории с медведями тоже все хорошо не пытались. Друзья, есть еще вопросы? Да, если несложно, будьте добры, пожалуйста, к стойке. У меня, скажем так, одно впечатление, одно пожелание, но и вопрос тоже есть. По поводу впечатлений я ожидала, что Познер все-таки будет более эмоционален. Он немножко статичен в фильме. Эмоции больше доходят до вот, до души, до сердца, до головы. Он когда говорит, он обычно говорит, так сказать, более вдохновенно, здесь все-таки ровно. Это раз. По поводу того, что Игорь Шпилянок, который для нас такой открыватель Камчатки, он очень любит лис. Вот если бы про лис можно было бы сделать такой фильм, и, может быть, тогда шуб было бы меньше приношить в фильме. Вопрос к берлоге. Это какая глубина? В которой берлоги? В начале самого фильма. Ну вот у нас работает сотрудник, гисинженер, он еще будучи студентом, у нас волонтерил. Вот он залезал в берлогу к медведице. Я, к сожалению, такого плодника не свершил. Поэтому вот глубину сказать не могу. Тем более, что медведь, он может свои, так называемые, берлоги организовывать как в пещерах, так и в каких-то наваленных кучах бурелома, так и в норах. Поэтому в зависимости от ситуации почвы окружающей местности это может быть совершенно разное. А примитивной к этой берлоге я возле нее не был. А я могу ответить на вопрос по поводу лисих шуб. На самом деле идет уже съемка фильма про маленьких лисят этой же команды. Она запланирована на следующий год. Поэтому через два года вы увидите. И про лис в том числе. А поздор обычно вопросы задает. Я думаю медведем бы он не осметился. Да, давайте мы вам принесем даже микрофон. Это так уж и быть. Огромное спасибо за фильм, потому что у меня сегодня день рождения мне сделали подарок. Но не в этом проблема. Я хотела сказать вот такое сделать пожелание или спросить. Но я понимаю, камчатский медведь питается очень здоровой пищей. Он ест вот этого лосося. Если 75 процентов, как нам доложили вот этой рыбы, лосось находится вот на Камчатке. Я хотел спросить, кто кроме медведей питается вот этим камчатским лососем. С днём рождения. Спасибо большое. Я можно тогда сразу отвечу? Давайте. Прорыву, наверное. Значит, мировой релиз это пятое. В России, точнее, релиз 5 января. Мировой релиз 15-20 января в разных странах по-разному. То есть нам отдали раньше всех. И, собственно, то, что мы сегодня премьеру организовываем, это даже раньше, чем российский релиз. Фильм пойдёт в Америке в том числе. Но, судя по, опять-таки, количеству кинотеатров и компаний заинтересованных, я могу сказать, что больше всего заинтересована была Россия и Европа. По итогам проката в Америке мы сможем сказать вам, наверное, 1 марта. То есть первые итоги мы поймём по количеству отзывов только, наверное, в этих числах. Про рыбу? Да, привезли с собой. Начнём с того, что конечно, этот вопрос несколько уводит нас от тематики фильма, но если есть вопрос, будет и ответ. Объём товарной продукции рыбной очень большой. Он реализуется и в Московской области, и в городе Москве. Понятно, что цель каждой передачи вполне, ну, есть заказчик, есть подрядчик, есть, соответственно, передача. Данная передача, наверное, наносила характер осторожный. Тем не менее, если вы зайдёте практически в любой супермаркет, продукция камчатских производителей всё равно присутствует. Или в виде консервированной продукции лосося, или в виде свежей. Начиная как от белорыбницы, так и заканчивая лососями. А если говорят о качестве, ну, извините, это, наверное, вопрос не правительству Камчатского края. Тут дело в том, что здесь можно ответы с точки зрения экономики, это то, что вы сказали, да, с точки зрения биологии и экологии, кто питается камчатским лососем. По сути, то биоразнообразие, которое есть на Камчатке, которое есть в Крановском заповеднике, уже на Камчатском заказнике, оно построено на лососе. Потому что это та, так скажем, энергия океана, которая с этой рыбой приходит на, так сказать, на материк, и там уже, как говорится, оперуют все и лисы, и медведи, и птицы, и орланы, и так далее, и так далее, и так далее. Это вот с точки зрения биологии. А с точки зрения экологии, наверное, что если человек как бы следит за своим здоровьем и так далее, то он, наверное, придя в магазин, все-таки выберет продукт природного происхождения, а не какой-то там генно-модифицированный, подкрашенный, перекрашенный, недалеко тут, на севере, как я слышал, делали. Вот с этой точки зрения. Спасибо. Дорогие друзья, давайте, наверное, заключительный вопрос нашей пресс-конференции, если он вообще, в принципе, есть. Разрешите я тогда? Конечно, конечно. Я действительно присоединяюсь к словам Татьяны, искренне благодарен всем тем, кто нашел сегодня возможность присутствовать на пресс-показе этого фильма, и приглашаю вас на Камчатку. Действительно, этот неизведанный мир, этот фильм приоткрывает, приоткрывает нам занавесу над этой тайной, и я хочу, чтобы вы участвовали тоже в этом процессе. Удачи всем вам! Наступающим Новым Годом! Всего хорошего! Спасибо. Да, Тихо Игоревич, что это добавить? Да, еще два слова. Я хотел бы развить мысль, которую Владимир Георгиевич озвучил в начале нашей конференции. Дело в том, что, к сожалению, в России внутренний, так называемый, туризм достаточно слабо развит по отношению, так скажем, ко многим странам. И хотелось бы, чтобы вот такие подобные проекты, они призывали людей, в том числе через вас, через тех людей, которые потом будут доносить какие-то мысли, свои эмоции об этом фильме, так скажем, до общественности, чтобы был некий призыв, что надо путешествовать по своей стране. Несмотря на то, что часто это бывает сложно, там, логистически, там, экономически и так далее. Но я считаю, что с нашей природой, это та природа, это та среда обитания, где мы живем, а заповедники и национальные парки Российской Федерации, это те уникальные кусочки природы, которые, наверное, позволяют нам, ну, увидеть то, с чего все-таки начинается наша Родина. А, кстати, по поводу еще части вопроса забыли ответить, притязаний наших заокеанских соседей, что дело в том, что Россия начинается с Камчатки. И это Россия, и думаю, что там никаких притязаний, в принципе, быть не может. Кто бы что ни говорил, не пытался эту тему эксплуатировать. И давайте путешествовать внутри своей страны, а не где-то. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Именно от вас зависит, что многие люди увидят этот фильм, а этот фильм достойно. А можно я скажу еще, да, я буквально несколько дней назад связывался с Гиомом, Гиоми, санрежиссером. Он, в принципе, следит, следит за показами, продвижением, и я думаю, от вас тоже зависит, что он непосредственно услышит, мнение, потому что он ждет и моего мнения, и вашего мнения, он будет очень интересно узнать. То есть им тоже, они ждут, у них, да, насколько я помню, февраль, да, показ у вас. То есть это первый, первый звонок, первый показ, им будет очень интересное ваше мнение. Я думаю, они увидят. Ваше мнение.